Евгений Алексеевич, Мария Певчих закончила наконец-то, я думал, свой фильм, сериал «Предатели». На самом деле нет, оказывается, будет «Друзья» бонус-трек. Она сказала, что она выпустит ещё какой-то фрагмент со временем, так как у неё осталось энное количество данных уже не просто о событиях, а о персонажах, тех, которых она изобразила в этом фильме. Но неважно. Меня вот что интересует, ваше мнение. Осталось не так уже много у нас минут до конца эфира, но тем не менее. Мне почему-то, вот я когда досмотрел до конца, вот у меня такое впечатление было, что Мария Певчих назвала «Предателей» не России, а тех людей, которых Путин считает предателями. Березовского, Собчака, что ты, мол, вернулся из Франции, сидел бы там себе тихо и помалкивал бы. Ходорковского, который уехал и должен был бы, наверное, как считал Путин, не говорить, а он, наоборот, очень громко заявляет о том, что Путин убийца, мошенник и так далее. И многих-многих других. Чубайса, Юмашева и так далее. И вот всех этих людей она изобразила. А о Путине не сказал практически ничего. Даже о том, что он коррупционер. Как вы объясняете для себя это? Я не знаю, у меня нет для этого никаких рациональных объяснений. Я понимаю, что очень легко нарисовать такую вот картинку в стиле политического комикса. И, знаете, вот есть такая порода людей, работающих в средствах массовой информации, которые исходят в подаче материала из того, чтобы подать его максимально эффектно. К сожалению, этому иногда учат старшие товарищи и даже профессионалы, которые преподают на факультетах журналистики или в каких-то вузах, где молодых людей пытаются научить журнализму. На самом деле, вот мое глубокое убеждение, что во всяком случае в бывшем Советском Союзе, в России невозможно научить человека быть журналистом. Я не знаю, может быть, есть... Я просто никогда с этим не сталкивался близко, никогда не занимался этим внимательно. Я имею в виду, как учат журналистики, скажем, в американских или в английских вузах. Какие там есть курсы, какие там есть практикумы, какая есть возможность у студентов работать в средствах массовой информации. Но во всяком случае, я просто замечу, что вот в моем поколении среди известных журналистов, которые, скажем так, эту известность обрели в 90-е годы, почти не было ни одного выпускника факультета журналистики. Именно потому, что там иногда учили неправильным вещам или вообще не могли ничего научить. Так вот, есть такой подход, знаете, вот... Если какая-то информация не ложится, вот выражение... Вот не ложится в статью, в комментарии... То она и не нужна. То она на нем не нужна. То есть я с этим столкнулся как раз вот когда еще работал на радио, редактором, мне приходилось регулярно редактировать какие-то материалы, и один мой коллега попросил, чтобы я вот эту редактуру, прочитал его сюжет и поставил визу, что вот я как редактор с этим материалом ознакомился. Порядок такой был. Обязательно нужно было, чтобы был, что называется, второй глаз. И я ему говорю, слушай, ну вот это не соответствует действительности. Ведь все немножечко по-другому было. Там было много очень деталей, которые входят в противоречие с вот этим вот абзацем, который ты здесь лихо завернул. Он говорит, ну слушай, ну он так хорошо лег. Вот именно в такой версии так хорошо лег. Но если я сейчас буду все эти детали туда вставлять, то это будет так скучно, так занудно, так подробно. Я понимаю, что описать историю того, что происходило в России с 91-го по начало осени 99-го года, когда мы получили Путина в премьеры и в преемники, описать вот во всей сложности, противоречивости и процессов, которые там происходили, и характеров людей, которые в этом участвовали. Для этого нужно очень много времени, хронометража, сил, свидетельств, очевидцев. А это, знаете, вот кино для маленьких. Как кино для маленьких. Это не мое выражение, но я сегодня очень смеялся. Есть такая замечательная женщина-журналист в России, Екатерина Барабаш, которая профессиональный кинокритик, телекритик, литературный критик. Кстати, у нее семья в Украине. Она раньше часто приезжала в Киев. Сын у нее, по-моему, в территориальной обороне воюет. Так вот, она очень хороший человек, и она написала о том, что кино, которое делает Мария Певчих для маленьких, ее не интересует. Завершаю. А вы бы, как оценивали, если бы Мария Певчих стала президентом России? Она вообще способна стать президентом России или премьер-министром России? Как вы оцениваете ее шансы? И каким бы это был премьер или президент? Ну, я абсолютно уверен, что человек, который претендовал бы, да и в любой стране, не только в России, человек, который претендовал бы на должность президента или премьер-министра, должен иметь, ну, прежде всего, какой-то послужной список. Он должен иметь биографию, кредитную историю, если угодно, да, потому что люди, приходящие к власти без убедительной кредитной истории, как показывает премьер Владимира Путина, в итоге оказываются очень опасными людьми на высших должностных постах. Понимаете, вот как бы мы ни относились к Борису Ельцину, но мы про него очень много знали, мы видели его в деле до того, как он стал одним из лидеров оппозиции еще в последние годы Советского Союза. Там можно рассуждать о том, что очень многое из того, что он делал, было чисто популистскими шагами, ну, условно говоря, там, когда он ездил на троллейбусе на работу. Никто не знает, на самом деле, сколько раз он ездил на работу на троллейбусе. Действительно, там я готов подтвердить, что в то время в Москве не было сильного автомобильного движения, и от того места, где стоял его дом, где он жил, недалеко от Белорусского вокзала по Тверской, ходил троллейбус, и до его работы в Московском городском комитете партии, наверное, можно было там минут за 15 или 20 спокойно проехать. Во вполне вероятно, что сзади, за этим троллейбусом ехал его персональный автомобиль, в который он там в какой-то момент пересаживался, показавшись на публике. У меня была одна знакомая женщина со мной, работала, к сожалению, давно уже умерла, которая просто как-то прибежала на работу, вся вот такая возбужденная. Вы знаете, друзья-то, коллеги, я сейчас Ельцина, я Ельцина сейчас видел, мы с ним в троллейбусе ехали. Я подтверждаю, что это действительно было. Ну и это дальше расходилось с Сарафаном, но помимо проезда в троллейбусе, за время недолгое, за два года, пока Ельцин возглавлял Московский городской комитет КПСС, и был, по сути дела, хозяином города, в Москве очень много хорошего случилось. Очень, ну скажем, жизнь стала лучше немножко, не то чтобы совсем хорошо, но чувствовались перемены. В общем, должен быть какой-то капитал у человека за спиной, да? Должен быть какой-то капитал. Это касается и Ельцина, и Черномырдина, и многих других людей, которые тогда работали во власти, в правительстве в частности, многие из них были специалистами экстракласса в своей области знаний. Смотрите, я знаю многих людей, которые являются героями вот этого вот комикса трехсерийного, который нам показала Мария Певчих. Я вывожу за скобки ее мотивы, потому что люди, которые смотрели, которые с ней общались, они высказывают немалый скепсис по поводу этих мотивов и говорят, что за этим могут стоять и политические амбиции, и какие-то политические интриги. Кто-то говорит, что она абсолютно искрення в своем категорическом неприятии того, что происходило в 90-е годы и в своей откровенной, предвзятой, как мне кажется, нелюбви к этим людям. Я этих людей некоторых, во всяком случае, знал лично. Я не могу сказать, что я лично знал Бориса Ельцина, но мне приходилось пять раз с ним общаться чисто по-журналистски наблюдать за ним во время его публичных выступлений, интервью. Я неплохо знал Виктора Черномырдина, покойного. Я знал Чубайца, я знал Березовского. Мне приходилось встречаться и с Татьяной Диченко, ныне Юмашевой, с дочерью Ельцина, и с Валентином Юмашевым, ее мужем, который является одним из самых таких. Главных героев. Жирным знаком минус. В них, во всех этих людях, было всякое. И плохое, и хорошее. Мне сложно о них судить наотмашь. Да, Ельцин, например, для меня человек, который допустил страшную, я бы сказал, чудовищную ошибку, передав власть Путину. Я по-прежнему не убежден в том, что он в этот момент находился, что называется, в здравом уме и в твердой памяти. Ельцин конца, середина конца 99-го года производил на меня впечатление тяжело больного и не вполне адекватного человека. Я допускаю, что он не понимал, что творил. Но я точно знаю, что это мое убеждение. Это мое сугубо личное оценочное суждение. Коррупционером он не был. Он не был накопительным, сребролюбцем ни в коем случае. Его интересовала политика. Он был человеком политическим, такой homo politicus. К благам цивилизации, к жизненному комфорту он относился так, как, наверное, любой советского происхождения функционер высокого уровня. Какие там были удовольствия? Съездить на охоту, на рыбалку, шашлыки поесть на госдаче со своими охранниками. Зачастую компанию этих людей составляли подчиненные, члены семьи и люди, которые служили в личной охране. Мне приходилось бывать на вот этих вот пресловутых циковских правительственных дачах под Москвой. По сравнению с теми дворцами, которые построили себе чиновники путинской эпохи, это просто какие-то там вторушки. Вторушки лесника, вот так вот образно говоря. И что касается вот там Березовского, кто-то скажет, что он был дьявол воплоти. И действительно в нем было очень много дьявольского. Но при этом я замечу, что все люди, которые с ним дружили, которые близко его знали, говорят массу хороших вещей о нем, как о человеке. То же самое касается и Татьяны Дьяченко. Она на меня лично производила впечатление человека чрезвычайно лично преданного, обожающего своего отца, которая была ради папы, как она всегда говорила. Она никогда не говорила «отец», она говорила «папа». Вот она была готова там умереть за него. И она при этом была, на мой взгляд, человеком абсолютно наивным, который в политике ничего не понимал и, по-моему, до сих пор может не понимать, но которая была готова там на плаху пойти за любимого папу. Ну, в общем-то, получается, что вот эти все вещи создатели фильма как-то не учли и не поняли, и не узнали. Понимаете, у каждого человека свой уровень требований. Я люблю, когда мне автор книги, фильма, статьи какой-то другой публикации рисует объемную, сложную картину. А есть люди, которые говорят, что вот это все фигня, все эти детали, они нам только, что называется, закрывают истинную картину, а истинная картина, вот она вот такая. В этом тоже, наверное, есть какая-то доля правды, потому что кто-нибудь скажет, а вот Гитлер там был неплохим художником, любил детей и собак. И это тоже соответствует действительности. Друзья. Но всегда нужно где-то, знаете, оставаться в рамках... В рамках века. Да. Да. Друзья, мы, конечно же, продолжим. Еще не одна у нас будет беседа с Евгением Киселевым, с Евгением Алексеевичем и с нашими гостями, которые дальше будут к нам приходить. Пожалуйста, оставайтесь на всех наших YouTube-площадках. Подписывайтесь на YouTube-канал Евгения Киселева, на YouTube-канал Дмитрия Гордона, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Сажайте, как можно больше лайков и комментариев под наши беседы. И, конечно же, кликайте на колокольчик для получения уведомлений о наших новых видео. Их будет больше. Да, пожалуйста. Я лично все про вас знаю. Вы смотрите с удовольствием иногда, целиком иногда даже. А вот на эту кнопочку заветную внизу, где и колокольчики есть, нажимать «Ленитесь», «Забывайте». Пожалуйста, не ленитесь и не забывайте. Поддержите нас. Это правда. До новых встреч, друзья. Пока. До свидания.